В следующей встрече. Надеюсь, что нам больше не придется ничего обсуждать. Сейчас мы сможем с вами формулировать конкретные предложения, которые мы можем доставать для решения, которые уже может быть выработан в данном университете, которые мы можем презентовать, как результат работы проектной группы, либо не сможем. В силу того, что мы уже получили предложение в письменной форме, ну, либо дошли до нас предложение в письменной форме только от госпомитета по туризму, мы с вами в порядке получили от нас выяснение, но они требовали оточнений до такого. Понятно, но вот это. Да, вот все, тогда мы сейчас все это на месте открыли. А госкомитет по туризму интересно завернул. Мы попросим прокомментировать, который, Юрьевич, у нас относительно программного 19-го года, что вы можете спланировать мероприятие, давайте вас услышим. 19-го то что, да? 19-го, там полу, вот, мы не требуем. Да, ну, смотрите, на данный момент мероприятие по сельскому туризму в госпрограмме есть. И были там всегда, начиная, в общем-то, с периода существования госпрограммы, а это 2014-й год. Вопрос, что по ним с 2014-го года состоят в нули. В том числе и по тому инструменту, которому нам реально удавалось поддерживать проекты сельского туризма в рамках программы субсидий. Это разработка концепции по Ямашурме и, соответственно, там ряд работ по благоустройству. Поэтому на данный момент, что касается существующих инструментов, они есть, не финансированы. И на 2018-й год по этим мероприятиям также у нас, к сожалению, стоит нули. То есть, работа с АМИ, она, к сожалению, не привела к реальному наполнению этих статей. Вот. Ну, опять же, два основных мероприятия. Проектирование и формирование маршрутов и брендов сельского туризма в рамках программы. Ну, и в изделении субсидий, которые мы по своему усмотрению можем направлять как на сельский туризм, так и на событийный. Это уже по решению, которое принимается ежегодно в зависимости от необходимости поддержки того или иного. Ну, с учетом того, что Николай уже единожды не принял, да, у нас еще одна попытка. Вот. И это как раз касается в рамках поддержки субсидий. То есть, вот до середины декабря будет встреча с президентом, да, нашим председателем. Возможно, в рамках нее удастся решить. Но, сейчас я не берусь с каждой. Что можно предлагать? Ну, что можно предложить? Мы же говорим о предприятиях финансирования. То есть, мы должны получение в Министерстве нас согласовать что? Согласовать определенный объем финансирования. Ну, пока мы считаем, что это до 10 миллионов, да, для поддержки, соответственно, проекта. Нет, нет, да. Нет. Это конкретный проект, да, речь идет? Нет. Конкретный, да. Но, который мы будем отбираться ежегодно на конкурс. В части продвижения, к ним, в части продвижения. В части финансирования. Сейчас, коллеги, мы всех выслушаем. Давайте услышим про то, что происходит. Так, для поддержки конкретных проектов по итогам вашей оценки. Так. Хорошо. Какие-то проекты будут, ну, мы уже будем узнавать. Хорошо. Слышано? Ну, сейчас, если вы сходите здесь, мы услышим ваше предложение. Я понимаю, что мы встречались, уже обсуждали. Очень важно, до чего вы дошли и передали. Да, мои коллеги встречались на самом деле. Вот, как бы, момент другой. То есть, на самом деле, все упирается в финансирование. Вот, в принципе, да, это упирается. Да, инсекрет никого, ни для кого. И все-таки мы считаем, что позиция наша на сегодняшний день пока предварительная. Возможно, не окончательно. Я думаю, что все-таки есть у нас комитет по туризму, непосредственно, который занимается. И продвигать, пожалуйста, и скажем, мы-то, чем можем поможем. А чем можем? Чем может помочь нам? Ну, допустим, скажем, рассмотрим такую ситуацию, что у нас есть определенная программа. Субсидирование чего-то, да, поддержка сельхозпроизводителей товаров. Может быть, в рамках этих программ, которые у нас уже есть, не разработаны. Если, скажем, вот этот сельский, ну, или там событие, то есть, неважно, какой он может работать на селе. И предприниматель там, фирма, ему важно. Вот, если программа подходит, его деятельность, основная, скажем, да, база. То есть, проблем, конечно, они сельхозпроизводители поддерживают. Мы откатились опять к любому цифру обсуждения. Возможно. Мы говорили, коллега была на вашем, на вашем встрече. Я в курсе, да. Она обязала, как-нибудь, все-таки, вилан, соответственно, сказать, что какие-то решения будут вложены, новые нет, но ничего не приводит. Ну, по кооперации, в частности. Можно я, пожалуйста, поментирую. Да, Олег Владимирович, как раз было в отпуске, в этот период, когда мы с коллегами встречались. И, послушав, видимо, Артур Игоревича, почему-то опять подумал, что это не их задача. Нет, на самом деле, я помню, то есть, ну, извините, скажу, Ну, то есть, мы сегодня собирались по этому вопросу, руководство Министерства, то есть, как бы, в принципе, и смотрели, вот, с одной точки зрения, и мне рассказали про эти встречи, держали в курсе, все это здорово, платворно, интересно, но, к сожалению, у нас не статьи в бюджете на 18-й год, который, примерно, там, вложили проект по основанию президента. У нас таких статьи нет, ну, откуда мы что-то можем сделать. Нам денег не хватает своим для прямых поддержек. Ну, что-то разговор был, Олег Владимирович, в том, что, как бы, это дело Госкомитета, раз у нас есть Госкомитет, вот это точно не так, потому что все бизнес-отношения, это МинЭК и Минсельхоз в плане ИП, ООО, КФХ, ЛПХ и вообще направление агротуризма. Это чисто ваше. Там еще и МинэК и МинэК, знаете, давайте представьте все Министерства по идее. Да. А дальше... А на экономике вообще всего 31. Нет, 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 8%... Если мы сейчас берем глупатуризма, то ко всем... Давайте всем будем заниматься. То есть я, по этому... Да, давайте сейчас... Нет, я же не говорю об этом. Я говорю, что бизнес-отношения касаются именно вот этих госорганов. Правильно? Я же права. Они же касаются. Дальше появляется Министерство экономики в плане внутреннего наполнения, да, внутреннего содержания. А потом уже в плане продвижения появляется Госкомитет по туризму, когда уже есть вот где жить, где спать, где есть чем начинить, только потом уже надо будет это продвигать. Для наполнения. Да, поэтому получается, мы сельхоз тут центральное звено. Здорово, а что мы должны делать, в принципе, просто? А вот все эти КФХ, ЛПХ, агротуризм, это ваши люди. Наши коллеги, скажи, пожалуйста, мы это с удовольствием, мы не отказываемся, мы не закрываемся вообще? Нет, на самом деле закрываемся. Разве привлечение покупателей для ваших сельхозпроизводителей не является вашей задачей? Это вообще здорово, абсолютно все. Мы еще раз говорю, что вы там сказали, что это 20% примерно, увеличение, да, 15% нарус, условно говоря, то есть все здорово. Но еще раз говорю, что в принципе у нас просто не остается бюджет такой для этого всего. Я говорю, я вам дать вам конкретно, сейчас представите, просто где там у вас сельхозпроизводитель, вот сидит при сельхозпроизводитель по туризму, представите, у нас есть бизнес-партнер, Крылая, у нас есть такой подряд. Мы делаем суббитивные мероприятия, которая тут сказала, Кудыгер. Так. Но это деньги на суббитивные мероприятия в сельском хозяйстве выделяет Российская Федерация по программе устойчивого развития сельских территорий. Ну, оно выделяло... И вот клиент здесь, подождите, он не может по туризму подать заявку. Одной причиной, что это не... Вы даже слышали, что я сказала до этого? Ты сказал, что в рамках той поддержки, которая помогает действовать тому же самому хозяйству, и только, конечно, мы не отказываемся. Нет, просто я хочу цифры озвучить. Вот в этом году 7 миллиардов на взлетение событийных мероприятий в селе. Российская Федерация, который владеет гостиницей, я просто про свои интересы, да, мы как бы очень драки от двух органов, а ни один бизнес не будет вкладываться в проведение событийных мероприятий только площадками. Площадками или там, например, организация питания, например, «Долхая Суточница», который провел «День коня», тоже там были свои деньги. Если мы говорим о привлечении, которые... Он «День коня» проводил не совсем свои деньги, значит, на это того. «День коня» проводили мы в том числе и за счет денег не все, ну, скажем, получили. Восемьдесят процентов. Извините, а вот сумма... Видимо, мы больше знаете, чем я знаю. Кто должен заявляться в программу? Вот я у вас хочу спросить. Минсельхоз. Держатель программы «Минсельхоз». Коллеги, Минсельхоз подтверждаете? Минсельхоз России. Да, Минсельхоз России. Федеральная программа, на самом деле, была. Так. Продвестия с этой территорией. Вот я сейчас не готов ответить то, что... Ну, вот то, что вот «День коня» проводит там, скажем, «День коня». Давайте не попасть. Вопрос к ответу. Есть финансирование. Семьдесят процентов в год. Мы можем заявиться, отстоять своими проектами. Конечно. Какие предложения ему поддержки эти? Хотя бы, потому что деньги регионально можно получить. От бюджета, я так понимаю, какой-то... В рамках чего? Может, я... Программа «Устойчиво развитие сельского села». Скажите, пожалуйста, вы расширите меня, пожалуйста. Мы считаем предложение программы «Конис финансирование». Есть предложение «Конис финансирование программы». Там четко написано, что статья о финансировании сельских праздников должна отражаться в нашей программе «Разбитие сельских территорий». Я не знаю, как она у нас бывает. Это первый критерий, по которому осуществляется финансирование. Второй критерий, она должна быть подписана казначейством. Сельские праздники, начальством, на фенотерий, 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 на фенотерий. Нет. Это то, что прочитали мы. Может быть, на практике с вами, с свадьми, с этими рентгенами, и у меня в себе артифуру, понимаете? Да, спасибо, как ПЦП – это федеральная программа, она самая неестественная. Но, если она в бюджете наше не сидит в Девустанске, мы не можете продать что-то. Сейчас просто. Мы будем по программе отрабатывать, чётко знаем, что жилье, там были еще подъездные пути к фермам пожалуйста конечно да не есть там есть и гостевые дома они на них можно брали слышно что есть мне сельхозе для сельхоз товаропроизводителей там есть эти мероприятия может быть раньше когда вы формировали заявку со стороны Министерства хозяйственных пунктов раньше может быть вы не знали у меня такой потребности просто не было а сейчас она появилась хорошо пожалуйста маркует и мой телефон есть в любое время приходит в чем телефон? сейчас сегодняшний день они уже дали программу у них есть расчеты затраты на эти проекты вот в этом объеме вы готовы поддерживать? по моей информации по цитату а можно я приведу вам один пример сотрудник Министерства который на одной из встреч присутствовал он прокомментировал так в 12 году Министерства заявлялся на эту программу но деньги были использованы не целевым образом с тех пор Министерства неудобно заявляться скажем так на эту программу во первых прошло много времени мы уже имеем пять нестепших лет можно как-то возгновить лицо реабилитироваться и под это уже нормальный проект хорошо хорошо давайте к вам ну что же значит в 15 году было принято постановление Российской России в группе из Мещива в котором было инициировано создание центров развития сельского туризма это первое и второе в этом же постановлении сидела организация с точки на важных движения на маршрутах сельского туризма во второй части вообще ничего не сделано потому что госпоминтент здесь оказался ну как бы не центральным игроком то есть они заявили то что Минэкономике предложение дали потому что они сами делали рамка общественного сомнения но поскольку все таки они не регулируют цирковой сектор по товародвижению опять же мы тут оказались в прогрессе и эти деньги 5 миллионов которые предполагалось на из федерального программы по этому постановлению на финансирование создания центра сельского туризма а вторую часть вообще как бы упустили то есть мы остались без вот этих точек товародвижения в итоге вот Варском районе мы не можем их сделать потому что они просто только у администрации нет ни финансирования и они стали тоже ну как бы местных жителей можно маленький семь миллиардов шестьдесят восемь субъектов РФ сто миллионов мы в принципе даже подсказали где кошелек там просто они комментируют что Татарстан уже много лет не заявляется на эту программу хотя районные главы в принципе они докладывают что они на ежегодной основе собирают с фермеров заявки на улучшение села ну так кому дорогу подвезти к молочной ферме никому чего в этом плане работают мы это осваиваем то есть я просто в мероприятии которые касаются какие-то практики вот этого всего мы говорим о том что деятельность что деятельность центра сельского туризма а также мероприятия и маркетинг можно обеспечить на самом деле из вот этого кошелька раз у вас например нет статьи есть ФЦП в нее можно заявиться и из нее перераспределить по статьям то есть источник-то даже есть на самом деле нет про ту статью которую вы говорите в дорогах ферм условно говоря там да что-то там еще это все есть я сначала сказал что что положено фермеру мы ведь не отказываемся мы это будем делать словно говоря однозначно мы же не говорим ничего теперь вопрос другой речь идет же скажем о чем-то другом вообще речь идет не об адресной поддержке конкретных фермеров а о системной работе о кого мы должны поддержать фермеров скажите пожалуйста адресом о кого мы должны поддержать ну вообще всех кто будет крутиться в этой орбите кто инициативный по селе создавать это надо еще а кого мы не поддержали скажите пожалуйста мы не поддержали самих тех кто организовывает событийный туризм да мы наверное поддержали фермеров у которых есть молочная ферма крупная большая поддержки организаторов событий туризм то что нет на сельхозе фцп то что нет нет там это возможно там коллега как раз пример приводит там возможно в эту статью входит в том числе и организации продвижения если какая то есть доработка со стороны минисельхоза в плане допустим федеральных средств коллеги очень здорово мы поэтому сюда пришли мы с удовольствием с вашей подсказки подскажем подработали но вы нас заявку написали на эту программу мы никуда не берем там на что деньги идут на саму организацию на сельских праздников четко звучит статья это событийный туризм который говорит население откуда деньги взять в администрации денег нет мы подготовили в прошлом году заявку на эту программу сказали что если один район не справится давайте объединим три района вот кастер какой-то ваш мужчина нужен в курсе про аграрно-молодежное объединение естественно она его создатель я поэтому сразу обращаюсь значит я знаю что все разговаривали вы же знаете откуда аграрно-молодежное объединение берет деньги на фестиваль с Карлупиной допустим знаю откуда из своих а должна быть первый год мы можем сказать откуда в последний год пожалуйста первый год финансирует второй год он говорит нет вы уж сами сами вот мы этот фестиваль с Карлупиной мы совместно с коллегами другими вот его совместно и проводили если была статья в федеральном бюджете или местный бюджетный фестиваль естественно грубо говоря мы бы не вычислить в Белгородской области это делает уже 13 лет и теперь у них уже причем на федеральные деньги я к ним даже ездила и с этим эти предложения привезла я слежу с коллегами но меня просто никто не хочет даже слышать даже встречаться я с вами с удовольствием но это только теперь да благодаря совету предпринимателей готов у нас уже шестая пятая встреча а? один раз мы приехали мы здесь не политические мы же не можем сходить я с удовольствием я с удовольствием если не нашли заработки если мы туда работаем Олег Владимирович у нас система такая что в сельхозе нет людей и не должно наверное быть те, которые занимались аграрным туризмом ну нет ни одного человека который бы понимал и занимался этим да поэтому а мы уже этим 3 года как минимум зарегистрированном виде уже этим занимаемся да официально там все и так далее только правда без единой копейки финансирования вот опять получится с вами если мы сейчас нормальное решение найдем законное опять получится так что вы будете условно там командовать к кому-то там еще и вот находит там один раз попросим мы найдем у кого-то другой раз а у нас же системной работы нет а где деньги надо взять вот-вот а я вам предложила если у нас будет Центр Сельско-Аграрного Туризма там есть ряд механизмов которые можно было и через Минсельхоз программы уже существующие через Минсельхоз и Министерство Экономики и технологии от Кластерного Центра и Госкомитет по Туризму в части уже продвижения и даже Министерство Культуры в части а почему вам не заявится какой допустим грант там скажем да даже элементарно появятся рабочие руки которые позволят которые позволят делать документы на подпись министру сельского хозяйства РТ чтоб это пошла наконец заявка туда ну может элементарно же даже упираться в то что не хватает рабочих рук соответственно вот Центр от Минсельхоз РТ почему допустим не Комитет по Туризму а потому что они не должны у них функции у них функции определенные а у нас какие функции а у вас КФХ давайте не будем сводить разговоры мы на самом деле говорим что этим должны заниматься Минсельхоз РТ и Госкунтура РТ вот мы сейчас не делаем границу водоразделов не делайте пока на двоих вы знаете вы нас правильно поймите мы собираемся уже пятый раз к нам от Минсельхоза приходит человек который делает вот так ручки скажет ой оказывается я не в теме я не тот человек кого надо было сюда позвать да и слава богу вы сейчас здесь да и как раз вот эти вот предложения они были направлены еще по-моему в первый раз поэтому здорово понятно там у нас есть желающие которые хотят заниматься фермером есть некий реестр скажем кто же об этом знает ну некий это мы его делаем вы там делали его здорово скажите пожалуйста как этому фермеру помочь вот у него там нет дороги вот у него нет того вот ему тихонечко ему нужно поменять технологическое оборудование мы его субсидируем ему поможем без всяких проблем хорошо по-другому на камеру не снимать мы поможем ему в первую очередь скажем так потому что плюс ко всему он еще развивает сельский туризм то есть мы мы помогаем реально всем нам нельзя никому не помочь никому не помочь реально пожалуйста с удовольствием вот в этом плане да но вы же организация вам как помочь в каком бюджете мы вам уже все механизмы показали но не нашли эти механизмы все конечно коллеги сейчас уже понятно не конструктивно коллеги спасибо благодарим мунициплик культуры представлено что скажете вообще о создании этого центра да и о создании центра и о вашей роли в этом вопросе в целом как вы свою отрасли если говорить не совсем о сельском ассоциативном туризме то есть программы за счет которых институт культуры поддерживают мероприятия есть целенаправленно есть индикаторы по этой программе то есть мунициплина выделяется что касается непосредственно создания подобного центра в целом культуры каких-то замечаний этой концепции в целом нет то что касается в рамках дальнейшей деятельности также опять-таки не совсем сельского развития культурно-познавательного туризма который в наших муниципальных районах все-таки имеет место быть то есть в министерстве культуры с той стороны есть любую поддержку и включение в свою программу проведения мероприятий в том числе субъективных чтобы потому что есть аминь сельского туризма можно не забывать что есть инфраструктура культурная среза должна быть соответствующей интересной да конечно да да конечно но у нас тоже статья 6 мы с вами продавали там программу на письмо маршрутизация по паломническому этнокультурному признаку маршрут мы тоже пытались подать заявку в Которского района опять же надо сказать потому что финансируем так наши попытки ни разу не увенчались успехом я подходила я подходила поделила заповников мы подходили и не раз мы подходили и не раз но так и дальше мы не прошли что в чем конкретный вопрос включаются ваши предложения да мы даем предложение она рассчитана на финансирование исключительно в рамках бюджета в районах они просто не взыскивают на эти средства мы встречались тоже с районами сказали что сделайте пожалуйста площадями хотя бы чтобы их не отмечить значит тоже затраты попробуйте вот так сделать заявку одному району мы подготовили но программа по трем районам нужна программа маршрутизация ваш технический момент что вы отправляете ее в госпом они одобряют и потом только она подается на финансирование с федеральными бюджета вот до этого второй части мы не дошли то есть просто районы они это обложили за потом потом опять у них тоже нет людей которые боятся этим заниматься почему мы и ведем про центр развития понятно кроме того вот эта информация которую сейчас я прокомментирую у вас по своей части у меня пластыров у нас да какие решения подходит у нас директор развития ну насколько я понял что на самом деле инструменты поддержки предпринимателей они как бы и есть да в Министерстве экономики в Министерстве хозяйства в Министерстве по туризму а вот именно финансирование координации этой работы если мы говорим о программах обучения то есть программа обучения фонда поддержки 15 центра поддержки экспорта и в рамках в течение года предприниматели любой отрасли могут прийти и обучиться по темам если есть там критическая масса вот что касается центра я просто повторюсь коллегам уже объяснил что у Минэкономразвития России сейчас четкая позиция поддерживает производственные кластеры поэтому критика в сторону туристических кластеров однозначно есть то есть центр поддерживает производственные кластеры в 2015 году нацелен именно на производственные инфосекторы вот единственное ну насколько я вот как бы да проанализировал уже да что то есть в части программ в части мероприятий для предпринимателей тут я думаю вопросов нету да но решение должно быть конкретно по финансированию координации этой работы из какого источника у нас нет варианта кластеры получается кластеры это организация это ну это даже это совокупность предприятий совокупность предприятий нацелен на выпуск конкурентоспособных продуктов внутри класса он вам сейчас про производственные говорит я говорю и про IT классеры мы говорим про них про них ну да потому что опыт есть такой что в других регионах в центре классного развития создавались особенно граничных регионов зарубежных стран именно по развитию туризма и практика показала что данные центры классного развития они на каждом все и сейчас каждый и 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 Ну а кто заплатит нас? Вот они у нас будут сносы платить, они сами не знают вообще заниматься этим или не заниматься. Нет, они платят, но их достаточны только для организации обучающих выездов, остальную часть работы недостаточно. Сколько мы работаем, мы до сих пор работаем за счет оргзносов тех же предпринимателей, фермеров. За счет них оценку проекта не проведешь, обучение тоже. Да нет, в принципе, на самом деле, с одной стороны, поддержка идет по линии Минкунта, и по линии Комитета по туризму, и ЦКР, в принципе, где-то здесь задействованы, получается, из обучающих групп, те же самые. Ну, даже фонд поддержки предпринимателей, мы в этом году уже с этого года не брали деньги на обучение предпринимателей, это чисто по ингредиенту фонда поддержки предпринимателей. Да, ну, центр поддержки предпринимателей. Ну, вот у нас здесь есть несколько предпринимателей, да, вот они никогда не слышали ни пора какую учебу, никогда к ним не приходят. Она просто общего профиля, она не туристическая. Как зарегистрироваться, какую стену налоговложения? Мы сделаем под вас программу группы спрос, не пять человек обучать. Так мы-то их соберем, у нас же как бы они у нас есть, а мы разве не выходим? Нет, нет, сейчас-то мы уже выйдем, но дело в том, что на самом деле никто не знал, что 100 человек у нас собравшихся на обучение тогда, что мы можем пройти в фонде обучения по как составлять маршруты, как оформлять усадьбу, как вывески делать, как землю оформлять. Нам просто не анонсировали, что мы это можем на самом деле научить. На обучение есть, но они, к сожалению, нерегулярный характер. Ну и, допустим, мы как жоп финансовый, да, а вы наполнением занимаетесь. Конечно, координация, коллеги, вопрос о координации, я прошу сейчас всех предложений услышать, но даже не в предложении, а показывать, когда вы участвовали, коллеги в Министерстве экономики, предложили мне это изучение документов, которые считывались по итогам анализа, по итогам анализа ваших предложений по концепции. Прошлогодние документы, в декабре, в декабре 16-го года, ЦРСИ анализировала концепцию, но у них следующее замечание. В значительной степени функции, описанных в концепции, пересекаются с печенью функций и полномочий госпомитета по туризму. Процент. 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 Оно ЦСЦРТ. Я дала ответ. Можно 5 слов? Помимо дублирующих функций, в момент когда я на достаточно широкий спектр консалтингу предполагающее оказание группу управленческого и маркетингового консалтинга. Дальше. Ну, дальше у нас огромный кейдж, 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 кейдж. Сейчас скажешь, что там было дальше. Ну, а у меня дальше... Не, ну я знакома с этим документом и сделала ему ответ. Там это не так на самом деле. Ну, как бы если вы просто с этим не согласны, вот позиция на стал, после вашего замечания, как другая позиция делась в итоге? А дальше уже просто смысла не было, потому что апрель уже пришел, а уже время прошло подачи в Москву. И Нель Шамиль на Минфин. А где у нас Минфин? Да, под Минфин, да. Да, и тогда уже поняли, что зачем вообще этот документ, если в этом году вы в Москву уже не подаете. Тем более министерство экономики дало документ, а давайте мы в 17-м году, а не в 17-м. На том и остановились, что в 17-м нецелесообразно. Я же вам объяснила ситуацию, что резкое сокращение финансирования и сервисной модели. То есть, мы не создавали новую структуру. А сейчас вот вообще 3 миллиарда будет. Запряженное исполнение бюджета в 17-м, в 18-м, в 18-м, в 18-м, в 18-м, в 18-м, в 18-м. Ну, надо было все. Всем надо. В 18-м? В 18-м. В 18-м. В 18-м, в 18-м, в 18-м. В 18-м, в 18-м. Коллеги, все сделки на вас вымуты. Странно, конечно. Звоник готова за него, когда вы вообще не готовы на вашу бюджет. По поводу ЦСИТа мне... Давайте, давайте... У вас тоже слово сельские присутствует на зоне. Я очень готов. Пожалуйста, я готов. Вот любой способ. Любое очистило. Бесполезно. Вы все правильно сказали, что у вас, каждый из мунистерств, и Министерства культуры, и вы, и Минэкономики, у вас есть ферментарная способная поддержка. Вы можете в какой-то части им помочь. Но концептуально эту историю кто-то должен. Любовь причем избивать. Без этого невозможно. По поводу ваших... Коллеги, но ваше нули финансирование означает, что либо в инфомакторе, в какие обстоятельства не получился, это программа не оттратила. Министерство экономики около логики, они получают, когда вставил, когда вставил. Я вас жду, на самом деле, было я. Они, ну, не пускай же, врать, вставили. Здесь каждый из сидящих Министерства считает, чтобы его финансирование было увеличено вольное количество раз. Насомненно. Просто, ну, границы бюджета, они все-таки существуют. Какие-то же деньги получаются на другие мероприятия. Что нужно, чтобы деньги получили и на это мероприятие. Что нужно от них, не знаю, от советов, что нужно. Коллеги, надо просто отказаться от других мероприятий и перейти на эти деньги на другие. Ничего мы себе позволить, к сожалению, не можем. А дополнительно нет возможности, допустим, здесь же помощь проекта. Случите федеральную программу, действительно, по... ...по... Я боюсь, что в этом году тоже, например, в одну федеральную программу... Уже нет, это все... Согласно, Владимир, вы с 9-го вообще сейчас конкурсы все проводите, и до 1-го февраля все регионы по всем министерствам заключаются. Ну, мы-то уже 3 года ходим. Ходим и ходим. Ходим и ходим. Предлагаю собраться в январе следующего года, чтобы такой же вывод был на счет 19-го. Нет, это неправильно. Мы же не смогу, когда я стану формироваться в июне, в июне 10-го. Нет, нужно найти решение. Так мы круглогодично ходим, Елена Юрьевна. Может, делать хорошее. Нет, сейчас предложу... Елена Юрьевна, заявку на... ...чтобы в 18-м году... Просто в прошлом перевью, да? Девушка, извините. Зачем? Ну, вот же Коскомитет по туризму сидит. В марте подали заявку в Минэк. Ну да, подаете. Они не развивают в целом же, объясняем. Сейчас мы определили, кто ответственное лицо. Мы пытаемся. Минсельхоз, Минпульт, Минэкономики. Это все прагментарные вещи. Это да? Концептуально вы все органы с этим согласились. Семинфир, ИЦСИ, и Министерство экономики. Мы на уровне Министерство уже ничего себе все это обсуждали. И Семинфир, и Семинфир, и Семинфир, и Семинфир, и Семинфир. Обсуждены все вопросы. Все согласились, что эта территория будет помогать, давать Семинфир дополнительные мероприятия. Все на вас ссылают, скорее. Что нужно, чтобы у вас эта тема заработала? Вот скажите прямо первое, второе, третье. Вот давайте мы конкретно все-таки до конца поймем перечень мероприятий. Вот мы сейчас поняли, да, коллеги говорят об обучающих программах. Мы поняли, что финансирование нет у нас, оно есть у Министерства экономики. То есть давайте мы конституально наполним. Про обучение? Да, конечно, готовы. Вы же можете модерировать, вы же можете запросы отсюда забирать, туда отдавать. И координацию же вы можете организовать. Это же идея, которая будет. Мы готовы, то есть в случае, если есть финансирование, мы готовы там совместно с... Что мешает? Узнать программой коллег, кто нужен, чтобы... У нас сейчас имеется в виду с фонда. Все уже понятно. Давайте мы предложение к программе направим. Давайте, это важно. Потому что вы должны понимать, что это только в вашей территории. Хорошо, коллеги, мы закроем одну из частей, предлагаем нашим коллегам из ассоциации. Далее инфраструктуру. Гостевые дома нужны на объект. Я еще сказал, есть коллеги. Вы покажете, да, с удовольствием. То есть, если ФЦКО это возможно сделает, мы, пожалуйста... Мы не обращаемся к коллегам. Программа точной застройки, но там есть определенные условия, конечно, но мы бы хотели... Они даже заявку не пытались западать. Они даже заявку не пытались западать. У них на гостевые дома потеряли программы... Нет, извините, а что касается заявок, да, почему не пытались западать? Потому что мы отрабатываем заявки те, которые поступают с исландинского комитета района. То есть, если, допустим, районы обладают сельскую администрацию, то у нас есть очень застройка, допустим, что не звали. Они обладают с двух домов. Ну, по-каку, тебе, конечно, не слышат, но условно там скажут, да? То жилые, да, он будет. Все, мы ее отрабатываем. Есть финансирование, есть финансирование. А потому что главы района сами недоучены. Те из них, которые прошли обучение на мероприятии, у них немножечко иначе возникает взгляд на сельский туризм. Они начинают понимать, о чем мы говорим. И начинают бегать. Давайте мероприятие событийное проведем у меня. Давайте у меня там этот самый. То есть, они сами еще не все, скажем так, наложены. Нет, дело-то хорошее. Вот я просто само столкнулся, да, само. Ну, все здорово. Ну, финансирования просто нет. Ну, как вы знаете, чем можем всегда помочь. Нет, я про событийное не говорю. Оно местами проваленное, они слишком вперед пошли. Я тут согласна. Я их уговаривала, они меня просто не услышали. У нас есть договор Ассоциации сельского туризма с федеральным центром переподготовки кадров АПК Министерство сельскохоза РФ. Вот с ними мы работаем, а с вами нет. Пожалуйста, вам нужно переподготовить кадры? Пожалуйста, мы готовы. Если это, допустим, сельхозпроизводитель, у нас есть такая программа тоже. Но почему мы туда попасть не можем? Даже через Москву. Хорошо, кто вас может переучить? Давайте сказать, я первый раз его услышу. Где вам, грубо говоря, тот и тот? Вы знаете, как? Не на агронома. Да, не на агронома и не так, чтобы Типка делали эту учебу. На массовика-затейника по сельскому туризму. Вы знаете Типка, ну а что Типка? Ну, сделали они в Высокой горе одну учебу. Десять районов пригласили. Хотите, чтобы в Сколку отправили сюда, в Остин? Нет, я имею в виду, что мы бы сами разрабатывали практикующие люди, специалисты, практикующие. Они такие, которые слева что-то пришли аналога подсказать в специальную программу. Готов по этому поводу. Готов. Грубо говоря, наука тоже за мной и образование в Сельхозе. Пожалуйста, если у вас есть предложение какое-то, скажем так, пусть на той же базе. Ну, отдать им, если есть деньги, скажите, не Типка там, да, а условно там кому-то там, да, образовательному. Я прошу прощения, я вам дала уже, знаете, вот эту концепцию, эту программу, этот проект программы, это, это, тьфу, вот плевательница. Я отдала все, все предложения, все. Ну, а дальше-то что? Вот я вот сейчас первый раз слышу обучение. У нас уже Ольга Станиславовна приезжала, мы уже в Варском районе уже были. У меня тогда возникает такой вопрос время от времени. А вообще знакомы все, собравшиеся с предложением, которое Феррорская давала, цель создания сельского центра сельского туризма и перечисления мероприятий? Все знакомы? Потому что у нас иногда на понятийном возникает, а на что вообще нужны деньги, вы что там хотите? Один спрашивает, фермеров надо обучить. Нет, не фермеров надо обучить. Другой спрашивает, чему вообще надо обучить? На три года последняя концепция, я уже ее на три переписала. Ну, ее, видимо, она много страниц, видимо, никто не дочитал. Артур Игоревич, вы же смотрели эту концепцию? Да, конечно. Вы спрашиваете, какие мероприятия? Там все мероприятия указаны. Такие действия предлагают, чтобы эту концепцию заработать? Без проблем, мы готовы стать головным, так скажем, исполнителем по реализации этой концепции. Только мы на деле будем, да, точно так же перенаправлять свои предложения в Минэкономике, в Минситхоз. И какой ответ мы от наших коллег получим? Скорее всего, тот, который получаем зачастую. Нет денежных средств, нет статей. Нет, не важно. Что сделать, чтобы у нас здесь не было? Пока у нас у кого-нибудь не появится реальных мероприятий с реальными финансируемыми, ситуация не изменится. Как они должны появиться, если вы говорите, что вы в футбол играете? Как пополнить бюджет в республике так сам, для того, чтобы они... Вопрос к реалитету. Здесь есть. Вопрос к этим. Вопрос к этим. Мы на данный момент не можем изменить реалитету. Те, которые есть, в нашей госпрограмме. Мы же даже не пытались пока. Ну, как бы, координацию уже пока на себя не брали. И вот, на самом деле, эти шаги же не сделаны. Я согласен. Мы когда работаем с Минэкономикой, извиняюсь, да, достаточно дать гарантию того, что из федерации будет привлечено софинансирование, деньги в республиканском бюджете тут же находятся. Потому что соотношение пока еще в пользу республики Торстан. Были и худшие времена, и лучшие. Но, как только есть реальный источник федерации, республика выделяется финансированием. Вообще нет вопросов. По линии нескольких министерств. Может, нам на президента и выйти в 14 декабря с этим вопросом? Каким? Дополнительное... Не можно с вопросом, мы с решениями должны проходить. С предложением... Мы сейчас уже три месяца делать не можем? С предложением, дополнением... Вот с этим сложно. Предложения нас опять ждут. Поэтому не все проектные группы приходят на совет. Потому что, если мы не договаривались за решение, они просто выбирают проект. Ну, понятно. У нас пятая знаковая встреча. Мы можем просто доложить, что сельский туризм... Мы, собравшись, не видим целесообразности развития сельского туризма как точки роста благосостояния сельского населения. Этим никто не хочет заниматься. Не нужно. Мы успокоимся, и тогда не будем подпрыгивать. Нет, нам нужна точка роста, и сельский. Вот человек сидит, который вложил... Я не знаю, сколько миллионов ты вложил уже? Уже три. Три миллиона уже вложил. А где-то? Это Бавлинский район. У него сейчас и зимние форель, и ресторан начал строить прямо на границе с Башкорстаном. Часовой поезд. Вот вообще точка такая шикарная. И КФХ он... И вот он целенаправленно идет на сельский туризм. Вложил... То есть он сам инвестор, ему нужна дополнительная помощь. Сейчас он хочет... Нет, нет, я покажу, что мы там были. И сейчас он уезжает с тем, что... Все, до свидания. В этой ситуации я не понимаю, что ты что делал-то вот сюда. Он как бы у нас есть проекты, мы поняли, что там... Нет, вот-вот он вложил деньги, да, в КФХ. Вам как поддержка оказана была? Нет, он ни разу не... А вы к кому-то обращались? Да, вы знаете, он вам тут расскажет. Много чего. Более того, есть конкретные препятствия, отсутствие помощи. Нет, пока он мог, он вкладывал свое... Сейчас пришел такой момент, когда нужна уже поддержка. Смотрите, колени, смотрите. Это еще такой район, где есть человек, который всех не собирает. Это то, как надо организовывать с таким же движком. В конкретный случай. Оборудование за губоргами? Нет, только рыбу запустил туда. По имени сельхоза нет поддержки рыболовства. Да, мы сейчас польемся. Землю на 5 лет ему дали, одолжили на 5 лет. К сожалению, землю на 5 лет, и землю на 5 лет, и землю на 5 лет должен быть охотник расстрелять. К сожалению. Нет, здесь... Это мы уже решали. Мы уже решаем этот вопрос. А вот мы как раз, знаете, за обучением и за полномочием влиять на этот процесс. Или нет будущего. То есть развиваться его, вкладываться дальше. Или то, что он вложил, все... Мы уходим, разъезжаемся, и все. Коллеги, я скажу так, правильно. 400 километров еркость сегодня. Это не тот, кто просит, а тот, кто делает. Правильно. Поэтому... Он так и делает. Словно, мы можем чего-то требовать, просить. Я думаю, что лучше просить в эту ситуацию. Такое ощущение, что это будто бы, не знаю, либо недостаточно инициативы, либо чего они имеют постоянно, да? Чтобы на исходах не видел, не знаю. Но они что же не обманывают. То есть ко мне пришли бы, сказали, вот сейчас, вот сказал бы, я в тебе приходил 5 раз, на 3 недели. Ну, вы уже устали, хотите, честно, я сама... Вот примите, пожалуйста, вот, ставьте рекомендации, коллеги ходят на все совещания, давайте конкретно понять. Пожалуйста, я вам буду. Да, надо прямо решить. Приходите за решение. Вот этот вопрос прям... Я, я поражаю. Я, коллеги, вот я из бизнеса, мы люди делаем. Вот у меня сейчас ощущение имитационной деятельности просто. Мы сидим тут что-то имитируем, изображаем оргазм. Коллеги, ну хорошо, все классные. А давайте просто объективно скажем, что Булкар-Свияшка, это сельские территории, они должны развивать. Мы должны делать другие точки, потому что они переполнены сейчас. Какой город и город? У вас события не туризм, да? У вас события не туризм. Ну и что, что город? Малые города мы тоже не отказываемся. Это относится к сельскому туризму. Мы о чем хотим сказать, что он территория... Волгар-Свияшка, как сельских в Сирии, мало мероприятий проходит? Мы говорим о том, что все территории надо развивать так. Нужен такой же движок и такой же бюджет. Мы сразу не можем все туристы только в Волгаре, только в Свиярск ехать. Иначе мы получим только две раза пять территорий. Но нужно технически заставлять счет. Давайте организуем... Мы просто раз заходили на работу, давайте организуем работу на муниципальном уровне. Поставим это как бы... Ну а попросим муниципалитетов собрать всех представителей этой отрасли, какие-то... Собрать предложения. Дальше систематизировать, дать коммуниципалитет... Три раза, Венера, это уже делали. Ну а чего? Мы с этими предложениями к вам пришли, сформулированы. По результатам трех встреч с районами межрегиональных сферностей. Сформулируется так, что предлагает президент. Вот вы говорите, что имитирует. Что нужно предлагать? Мы уже все сформулировали. Первое, второе, третье. У нас предложение... Вот сформулируйте, что вы... Давайте. У нас предложение президента на три строчи, на три абзаца. Первое, второе, третье. Можно создать Центр развития сельского туризма, изыскать на него средства, провести работу по организации этого, как драйвера развития сельских территорий. Все. Но ответственных, правда, целый перечень. Несколько министерств. Хотя анкредно, например. Все равно какой-то модерат должен лежать.